Для продажи из свежего рынка второй урожай огурцов на Кубани осенью уже никому не в диковинку. Детские сады и школы Анапа с удовольствием берут огурец из теплиц Гасанова. Мы обеспечиваем огурцами детские сады школы. Мы в тендерах, на аукционах участвуем и обеспечиваем продуктами сами, которые выращиваем. И капуста у нас, и морковка, и свекла. Всё мы выращиваем сами. И по размерам и по вкусовым качествам такой огурчик не отличить от грунтового. Зелёные овощи фермер научился выращивать на пенсии. Его инженерный опыт помогает к овощеводству подходить серьёзно. Сорт урожая называется 4097. Мы этот гибрид посадили в этом году первый раз. До этого мы сажали артист. Очень хорошие урожайные сорта, оба гибрида. И держится долго, плотность высокая. Сохраняет 2-3 дня, она сохраняет ту свежесть, которая есть на кусту. Увлечение Гасанова приобретает всё большие масштабы. Чтобы голова всегда работала, бывший работник нефтегазовой промышленности ставит перед ней сложные задачи, каждый раз нагружая её всё серьёзнее. Высота сегодняшних теплиц уже не устраивает предпринимателя. Тепличный огурец может давать более высокие урожайные плети. У нас она примитивная, эти теплицы. У нас 10, до 20 килограмм мы собираем, до 10 килограмм с квадратного метра. Руководитель, он требовательный. Контроль с его стороны постоянный. Предпринимателю важно, чтобы продукции его гордились. Иначе зачем тогда и браться за такое непростое дело? Руководитель у нас очень хороший. В данный момент всегда подскажет, что нужно, всё время скажет, как это надо правильно сделать. То есть он хороший специалист? Хороший специалист. В открытом грунте уже подоспела капуста, а свёклу и морковь посеяли на второй урожай. Потому что есть возможность хранить овощи круглогодично. Холодильник, который в этом году построил предприниматель Гасанов, не пустует. Окрестные фермеры готовы к партнёрству. У них появилась перспектива планировать высокие урожаи на следующий год. Продолжение следует...